Близнецы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить экспресс-расклад, это Тараскоп на октябрь 2018 года. По традиции, карты вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Ну и карты дают вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Работаю я сегодня с Тараскоп, Чиро Марчетти, это для тех, кто интересуется и сам практикует, показываю вам колоду. Так, настройтесь, пожалуйста, на расклад. Напоминаю, что он общий, проиграться абсолютно до всех идентично он в принципе не может. Поэтому многим из нас необходимо смотреть расклады не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента на правильной карте. Как его высчитать, вам поможет Google, это элементарно, ну а пока давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. У вас здесь падает перевернутая жрица. Сама по себе ситуация, когда что-то тайное станет явным, может какая-то прояснится информация, которая долгое время вас тревожила, беспокоила, да, либо в целом вы о чем-то очень сильно переживали. Здесь может быть скрытое влияние женщины, родственницы, потому что по жрице часто идет старшие люди, ну как правило мамы, бабушки, тети и так далее. Какое-то скрытое влияние, которое, скажем так, оно не совсем вам по нраву и, как говорит Аркан, вы бы хотели от него откреститься. Мы сейчас посмотрим, чего конкретно будет касаться эта информация. Что же здесь такое у вас происходит. Так, ну по тузу жезлов здесь, кстати, может прояснится ситуация, что у кого-то к вам есть тайная страсть. Потому что туз жезлов это какая-то страсти, карта новых начинаний, карта в целом ситуации зачатия, деторождение. Для кого-то это может проиграться, как неожиданная беременность, так что тоже примите во внимание. Здесь, ну неважно вы мужчина или женщина, как я говорю, да, могут всплыть сама по себе ситуацию, что у вас есть тайный поклонник или поклонница. Ну давайте теперь смотреть касаемо остальных сфер жизни. Итак, в плане работы. Старший Аркан правосудия. Ну здесь ситуация ровная по этой карте. Например, если вы трудоустраиваетесь, то есть вы были безработным, то к вам будут относиться согласно вашим заслугам, вашему послужному списку, то, как вы непосредственно сами себя оцениваете и позиционируете. Если вы в себе не уверены, если вы слабохарактерны, то тут нечего ждать на какую-то хорошую должность, да, либо на хорошую заработную плату. Касаемо, если вы уже наемный работник, либо у вас свой бизнес, то здесь, если вы хотите перспектив роста, как говорят карты, во-первых, займитесь своим позиционированием. Помимо всего прочего, само по себе правосудие указывает на ситуацию, когда вы можете выяснять какие-то судебные споры, деловые споры, отстаивать свои права, либо какие-то интересы, потому что это карта бюрократии. Здесь вы четко будете, знаете, вот у кого-то могут быть какие-то проблемы с отпуском, с выплатой, с начислениями. Эта карта указывает на то, что вам необходима сейчас уравновешенность, честность, либо следует вам равномерно распределить обязанности и ответственность за выполняемую работу. Потому что само по себе правосудие, оно предвещает период разрешения проблем, либо ослабления общего напряжения. Иногда карта указывает на запутанную ситуацию, как я вам говорил, в которой помогут разобраться только судебные инстанции, например, как профсоюз, да, либо какие-то вот, не знаю, там, на вас навесили штрафы, и вам необходима чья-то поддержка со стороны налоговой инспекции. Ну, то есть вы понимаете, о чем я вам говорю. Ну, то есть в случае разрешения правового вопроса, который касается имущества или денег, фортуна будет на вашей стороне, поэтому переживать вам здесь не о чем. Так, если с позиции финансов. С позиции финансов двойка Пентакли, замечательный аркан. Во-первых, вы лоббируете, вы можете иметь основную работу, какой-то дополнительный источник, потому что эта карта трактуется как получение денег из двух источников дохода. Либо же в целом совмещать приятное с полезным, не знаю, от основного заработка, от хобби, либо в целом, ну, например, женщина ходит на работу и дополнительно получает там содержание от любимого мужчины, либо от супруга, либо имеет доход от своего хобби. Но это касается как женщин, так и мужчин. Так что с финансов у вас все будет стабильно, все будет в порядке. Что же касаемо здоровья. Ну, по здоровью у вас падает здесь король Пентакли. Карта сама по себе замечательная. Единственное, что данный аркан может указывать на проблемы кишечно-желудочного тракта, либо сердечной деятельности. Это не нарушение сердца. Как бы вам правильно объяснить? Ну, все, что касается, когда вот плохая работа кровоснабжения, вам необходимо каким-то образом либо прочистить сосуды, либо укрепить в целом свое здоровье именно в этом аспекте. Но это не критично. Это, ну, с позиции здоровья карта сама по себе хорошая. Потому что король Пентакли все равно указывает на вашу выдержку. Это стабилизация состояния. То есть, ну, здесь у вас по здоровью все прекрасно. В плане личной жизни у вас падает аркан отшельник. То есть, если вы на текущий момент были одиноки, ситуация здесь не поменяется. Если вы находитесь в партнерстве, здесь вы либо будете в целом сосредоточены на других вещах, то есть карьере, заработке, либо каких-то своих проблемах, собственном саморазвитии. Либо же просто уйдете в себя. Карта отшельника не для всех. Может проиграться, но тем не менее. Для многих, как ситуация, просто, знаете, как сожители под одной крышей. Хотя, несмотря на то, что вы пара. То есть, одиночество вдвоем. Либо же это карта, когда вы занимаетесь непосредственно своим личностным ростом. То есть, углубились в обучение, какие-то курсы, тренинги, медитации, спорт. Скажем так, крайне мало уделяете времени своему партнеру. Так, ну и в плане совета. В плане совета у вас падает перевернута тройка Пентакли. Как говорит Аркан, во-первых, всему знаете цену. Своему времени, своим ресурсом, распорядку дня, общению. Это карта, которая указывает на затраты, которые должны быть оправданы. И она говорит о том, что чем бы вы ни занимались, сделать это нужно безупречно. То есть, по высшему разряду. Но при этом не уходить в мелочи. Не цепляться к деталям. Не увлекаться внешней стороной дела. Это карта мастерства. Я вам покажу ее в прямом положении. Вот здесь он оттачивает свое мастерство, упорство. То есть, не перегните палку. То есть, я понимаю, что вы строите карьеру, занимаетесь собой, продвижением каких-то своих ресурсов. Но тем самым, забывая о своих близких людях, вы можете себе впоследствии этим навредить. То есть, постарайтесь соблюдать баланс. И тогда у вас все будет идеально. Я искренне желаю, пусть вам месяц таким и пройдет. Пусть таким и состоится. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях. Как у вас данный месяц проигрался, либо не проигрался. Я очень вам буду признательна за обратную связь. Ну, а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok